Дачная академия Мы приближаемся к завершению За предыдущие выпуски мы создали зону огорода с высокими грядками Выложили мощение в различных зонах садового участка Возвели перголу Запустили в тестовом режиме фонтан Добрый день! Сегодня седьмой выпуск программы Дачная академия Похолодало, сезон заканчивается И мы завершаем работу на нашем объекте В прошлый раз мы с вами расстались на этом же самом месте Протестировав работу фонтана Сегодня мы закончим его оформление Покажем, как он будет выглядеть в итоговом варианте И как мы закроем все технические детали Также мы сделаем посадки вокруг перголы Расскажем про детский домик И про навес над велосипедами В общем, работы, как всегда, много Вперед! Согласитесь, готовая пергола в этой зоне пока Смотрится не самым выигрышным образом А так, совсем другое дело Посадку туи в этом месте Мы предусмотрели в самом начале Не зря пергола покрашена в такой коричневый цвет И казалось, что она немножко сливается с забором Но мы-то знали, что все так задумано Когда эти туи разрастутся Получится непрерывная зеленая стена И коричневого забора за ней Мы, слава богу, не увидим Поэтому коричневая пергола С сохраненной фактурой дерева Красивая, интересная Будет выигрышно смотреться На фоне насыщенного зеленого цвета хвои Для нашей изгороди мы выбрали немного нестандартное решение Это туи западная сорта смараг Как правило, она используется больше для одиночных посадок Так как более капризная Чем туи барабан Которую часто берут в изгородь Но в нашей ситуации здесь не будет яркого солнца Не будет необходимости притенять ее Поэтому ее насыщенная и плотная хвоя Нам очень актуальна Немного подробнее о выбранном нами сорте туи Западный смарагд Это один из самых декоративных сортов туи Он обладает плотной узкоколоновидной кроной Насыщенного изумрудного зеленого цвета Причем высокую плотность кроны растения Поддерживает в течение всей жизни Даже в отсутствии стрижки Единственная важная особенность этого сорта туи Более нежная хвоя, которая может подгорать на ярком весеннем солнце Когда снег еще лежит и достаточное количество влаги не поступает в грунт Это приводит к повышенной испаряемости влаги из хвои Как правило, это происходит у молодых растений на первый-второй год после посадки Это можно избежать, устроив влагозарядные поливы в конце осени И насытить грунт и корневую систему растений влагой Или укрывать хвою мешковиной в первые годы после посадки Или обрабатывать препаратами, понижающими испарение с поверхности хвои Например, препаратом Пуршат Для декорирования зоны фонтана мы выбрали следующее растение Фоном у нас выступает последняя туя из нашей изгороди Перед ней крушина ольхолистная Я очень люблю это растение Оно привносит какую-то экзотическую нотку в наши сады Несмотря на то, что прекрасно себя чувствует и практически никогда не подмерзает При посадке крушины нужно помнить только одно Ее ягоды несъедобны и даже для детей могут быть ядовиты Поэтому это нужно знать и обязательно предупреждать об этом Если вы сажаете на своем участке такое растение В пару крушиня мы взяли очень интересную формулу ели-глаук-глобоза В чем ее прелесть? Она медленно растет, обладает красивым, насыщенным голубым оттенком хвои И этот конкретный экземпляр, кроме того, еще и на штамбе То есть имеет внизу видимую часть ствола Впоследствии, когда эта туя будет нарастать Мы получим шарик или овал на стволе Остаю я на фоне прекрасной рябины обыкновенной пендула Это растение очень украшает наши сады При всей его неприхотливости, декоративности в течение всего сезона И цветением она радует И ягодами, которые красивыми кистями украшать будут ее растение до самой зимы Но и просто его форма Обратите внимание, какой красивый рельеф ствола и веток Ниспадающих до самой земли Украсит сад и летом, и зимой Декорировать нашу перголу мы будем лианой Но не виноградом, девичьим, который чаще всего встречается в наших садах А гортензией Это вид гортензии не кустовой А представляет собой древовидную лиану Которая летом покрывается белыми щитковидными соцветиями Сейчас, конечно, их уже не очень видно Да и цвет листвы четко говорит нам о том, что наступает осень Но летом она очень порадует хозяев Заплетет полностью эту часть вертикальной перголы Еще и будет свисти В прошлом выпуске программы мы не успели доделать фонтан Но вся основная работа была выполнена Выровняли поверхность, установили туда деревянный каркас Откопали приямок для насоса, укрепили его пластиковой емкостью Затем постелили бутилка учуковую пленку Протянули шланг и уложили декоративный камень Чтобы доделать наш фонтан, нам нужно зафиксировать со всех сторон пленку Которая выполняет роль гидроизоляции Для этого мы специально заранее поставили деревянный каркас Который мы показывали вам уже И теперь я вам покажу, что даже моих слабых женских рук Хватит для того, чтобы сделать эту фиксацию Пленку мы зафиксировали Теперь осталось обрезать лишнее Отсыпать обратный край песком И можно засыпать гальку в сам фонтан И он будет готов Для декорирования фонтана мы использовали камень диабаз с отполированным спилом с одной стороны И засыпку полированной мраморной галькой шкура тигра Принцип работы фонтана очень простой Под камнем в специальной нише установлен насос, который качает воду по круговому принципу И она стекает с камня обратно в нишу Таким образом цикл может продолжаться очень долго Расход воды идет только на испарение Поэтому летом в жару в такой фонтан необходимо регулярно доливать воду А в менее жаркий период он будет добирать влагу за счет дождя Если помните, то в прошлых выпусках программы мы начали делать зону для парковки велосипедов Выложили здесь мощение и подобрали с экспертом материал для крыши навеса Ну вот, наконец-то, и навес готов Мы долго его ждали, выбирали поликарбонат Рассчитывали и делали проекты основания Готовили мощение Ну, наконец-то, вуаля, мы увидим его вживую На мой взгляд, получилось прекрасно И что характерно, это тот самый вариант, когда эскиз полностью соответствует своему воплощению Крыша для нашего навеса была изготовлена из поликарбоната компании Carboglass Эта торговая марка входит в тройку лидеров по производству поликарбоната в России В нашем проекте, кроме навеса, мы уже использовали поликарбонат компании Carboglass в остеклении оранжереи Компания предлагает широкий выбор своей продукции Монолитный, сотовый поликарбонат А также уникальные модульные системы для различных видов остекления Хочу сказать два слова о нашем уникальном продукте О модульных системах Carboglass Pro Этот продукт был разработан специально для российского климата Это очень теплые, очень прочные покрытия для фасадов, для крыш Панели стыкуются при помощи профилей, которые очень легко вставляются, легко снимаются Но при этом образуют очень прочное герметичное соединение Подобные системы, в частности, применены на покрытиях на стадионах в чемпионату мира, кстати говоря Кроме того, системы хороши тем, что их не надо крепить при помощи саморезов к конструкциям Они закрепляются как фальцевые кровли при помощи кляймеров Эти кляймеры надежно закрепляют систему на покрытии Такой способ крепления удерживает большие снеговые и ветровые нагрузки И при этом абсолютно герметичен Мы изготавливаем системы для крыш и системы для фасадов Фасадные системы – это панели толщиной 40 мм, очень прочные, очень теплые Которые стыкуются между собой, как сайдинг или сэндвич панели И таким образом можем получать большие площади фасадов, окон или ограждений И при этом абсолютно гладкие и красивые Вернемся к навесу Каркас для него мы сделали из металлического профиля 40 на 20 мм И загнули его, и смонтировали на столбы забора Вы по-разному проверяли его на прочность И даже так? Выдерживает? Я думаю, навес готов к зиме И спокойно выдерживает любую снеговую нагрузку Еще один объект, который мы запланировали в этом проекте – это детский игровой комплекс, совмещенный с хозблоком В прошлых выпусках мы рассказывали, что хозблок сделан из пеноблока Это очень удобный материал для такого рода строений Теперь уже весь комплекс мы достроили, осталась только некоторая отделка Наш детский комплекс практически готов Осталось сделать покраску И можно сделать монтаж игровых элементов Качелей, горок – всего того, что так радует детей Отделку стен хозблока мы сделали натуральным камнем Это практичный, долговечный и достаточно бюджетный материал Для монтажа этого камня мы обили пеноблок сеткой И после этого на клей закрепили и дальше затерли вот таким образом швы Обратите внимание, швы затерты не заподлицо, а немножко с углублением Камень так выглядит лучше и меньше видно клей На крышу детского комплекса мы выбрали мягкую черепицу Она достаточно проста в укладке, имеет небольшой вес, очень привлекательный внешний вид и разные расцветки Ее часто используют при строительстве беседок и других малых садовых строений Одной из особенностей такой черепицы является возможность укладки на скаты крыш с относительно малым углом наклона Основанием для такой кровли являются лаги, обшитые вагонкой и потом покрытые качественной влагостойкой фанерой Мы установили металлические капельники и фронтоны и начали монтаж самой черепицы Необходимо промазать нижний ряд битумной мастикой Далее ряды закрепляются саморезами В нашем случае крыша очень тонкая, без утепления, поэтому мы не можем использовать кровельные саморезы Их кончики будет видно на внутренней стороне крыши, поэтому мы используем обычные, короткие саморезы Вот мы и на втором этаже комплекса Весь комплекс у нас достаточно строгий и окрашен в коричневый цвет Но на втором этаже мы решили немножко добавить ярких красок Комплекс-то детский, поэтому возьмем вот такой задорный, яркий, розово-коралловый оттенок И используем его на перилах и внутри детской комнаты У меня есть идея для декорирования домика Которая свяжет внутреннее пространство, детскую комнату и внешнюю отделку ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, принцип, я думаю, понятен Таким образом мы планируем задекорировать все стены комнатки Она будет светлая, мы не станем красить ее в темный цвет, так же, как дерево снаружи Иначе было бы здесь темно и мрачное А нам нужно сделать детскую комнату, жизнерадочную и веселую Особенно если учесть, что играть здесь будут девочки Я думаю, такая тема им понравится Сегодня мы начнем красить комплекс Основной цвет коричневый, дополнительный розовый Закончить этот процесс мы сегодня уже не успеем Поскольку осень и рано темнеет Работа на приусадебном участке Это всегда физическая нагрузка Результатом которой зачастую становятся боли В таких случаях физиотерапевты советуют магнитотерапию В частности, аппарат АМТ-01, который производится в Беларуси Благодаря своей компактности его можно использовать как дома, так и на рабочем месте Достаточно включить вилку в розетку И приложить аппарат к больному месту на 5-10 минут Прибор создаст низкочастотное синусоидальное магнитное поле Оно ослабляет и устраняет боль Улучшает кровообращение и микроциркуляцию в организме Кроме того, оно способствует восстановительным процессам Устраняет отеки Положительно влияет на центральную нервную систему И нормализует сон Укрепляет иммунную систему Достаточно одного сеанса в день Большее количество следует проводить после консультации с врачом О противопоказаниях внимательно читайте в инструкции Ну что же, осень диктует свои законы И мы опять заканчиваем в темноте День стал короче, а работы еще много Ну что же, туи посажены, фонтан доделан И даже мебель мы успели поставить Обратите внимание, как замечательно она подошла к нашей перголе Мы все продумали заранее И цвет мебели прекрасно сочетается с цветом перголы Заказали мы ее еще летом Так как уже тогда точно знали Как будет выглядеть наша пергола И какой цвет нам нужен Но поставили ее только сейчас Когда эта зона уже практически доделана Всю садовую мебель для нашего проекта Мы заказали в компании «Интерлинк» Которая уже более 15 лет занимается Производством садовой мебели из массива сосны Фабрика находится в Пскове А вся мебель спроектирована шведскими дизайнерами В перголу мы установили комплект Окрашенной садовой мебели Стол, два кресла и скамейка Кроме того, на фабрике «Интерлинк» Мы заказали еще и шезлонги Они прекрасно вписались в общую картину сада В зону огорода мы поставили небольшую скамейку Ее мы сами окрасили в тот же коричневый цвет Который изначально был выбран для общего цветового решения нашего проекта Сейчас осень И многих волнует, что же делать с деревянной садовой мебелью Чтобы увеличить срок ее службы Регулярно обрабатывайте защитными составами Например, мебельными водоотталкивающими маслами В том числе для защиты внутри саун, бань И умеренно оберегайте от атмосферных осадков Тогда садовая мебель прослужит вам до 15 лет Обратите внимание на мягкое освещение пергола Оно достигается двумя путями Во-первых, мы повесили два полноценных светильника С тремя лампочками И дополнительно сделана декоративная подсветка Которая придает мягкое освещение столбам и общему контуру пергола Таким образом, здесь комфортно будет находиться в любое время В том числе и в темное Но при этом ни одна из существующих ламп не бьет вам в глаза И человек чувствует себя очень комфортно Для фонтана мы предусмотрели отдельную подсветку Поскольку работы наши еще не закончены Нам есть о чем вам рассказать в следующем выпуске А вам есть что посмотреть До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»